Девушки отдыхают Останется ли «Ново» уникальным довеском к истории, или нам стоит ждать новых сюжетных миссий к «Старкрафт 2». Миссии за «Нову» стали огромным успехом для нас. Почему? Они понравились всем трем типам игроков. Во-первых, тем, кто любит хорошую историю и любит проходить кампании. А немного этого есть в каждом игроке. Во-вторых, те, которые любят играть в кооперативные миссии со своими друзьями, но которых не обязательно интересует соревновательный мультиплеер. Ну и, наконец, игроки, которые соревнуются в ладдере, тоже не обошли нового внимания. Мы хотели создать какой-то новый регулярный контент, имеющий в своей основе сюжетную составляющую. Получилось очень хорошо. Мы уже выпустили два набора миссий из трех, и третий выпустим еще до окончания года. На этом, наверное, и закончим. Хотя, кто знает, мы часто меняем свои намерения, поэтому вполне можем сделать и еще что-нибудь. Главное, чтобы это что-то подразумевало новый контент для синглплеер-игроков. Готовы подкрепить свои слова какими-то цифрами? Что вы имеете в виду? К примеру, цифрами продаж? Нет, об этом мы не говорим. Пока. Тогда мой следующий вопрос о грандиозном моде StarCraft Universe, превращающем игру в ММО. Проект уже на стадии открытой беты. Насколько пристально вы за ним следите, и насколько полно, по вашему мнению, его разработчики используют потенциал игрового редактора? Они молодцы. Создатели Universe посвятили своему делу очень много времени. Они использовали редактор-карт для РТС и создали увлекательный мир, и при этом совершенно отличный от того, что вообще можно ожидать от второго StarCraft. Именно такие вещи нам и нравятся. Именно за такое мы и любим сообщество модмейкеров. Так что да, StarCraft Universe показал всю мощь редактора нашей игры. Этим парням удалось вас удивить? Да, мы даже работали вместе, помогали им, потому что они столкнулись с рядом ошибок и багов, которые стали серьезными препятствиями. Они показали нам, что можно поправить, чтобы они могли сделать какие-то новые интересные вещи. И мы поправили. Но по большому счету они все сделали сами, и результат просто потрясает. Следующий вопрос сформулирую так. Как вы относитесь к практике HD-ремейков популярных классических игр, в особенности стратегий в реальном времени? Мне идея нравится, но это же пока только слухи. Подождите, вопрос не о слухах, вопрос только о вашем нишу. Ох, да-да, идея мне нравится, идея просто отличная. Наши классические игры по-прежнему играет масса людей. Я уверен, мы многих порадуем такими ремейками, если они случатся. Будем верить. Перейдем к вопросам от пользователей goodgame.ru. Человек с никнеймом Филитас спрашивает, увидим ли мы в будущем добавление новых юнитов в StarCraft 2. Или список закрыт. Что касается новых юнитов, не могу сказать, что мы обязательно их добавим. Но такое может произойти, если нам покажется, что какой-то расе для определенных игровых задач нужны новые юниты. Некоторое время назад мы уже анонсировали очень много значительных изменений для мультиплеера. Сейчас нам нравится, как выглядит сражение в League of the Void. В играх про игроков стало больше запоминающихся матчей, игроки быстрее вступают в бой, больше вариантов действий, больше разнообразия, и мы этому очень рады. Игра уже получилась очень успешной. Но все равно есть юниты, которых используют не так часто, как хотелось бы, или юниты, которые не справляются с той ролью, в которой мы хотели бы их видеть. Поэтому были анонсированы довольно серьезные изменения. Я очень доволен нашей командой, Дэвидом и его ребятами. Они много времени тратят на работу с балансом, много думают над игрой, работают с сообществом. Летом мы проводили саммит с представителями StarCraft комьюнити, получили там много отзывов, и теперь планируем новый пакет изменений. Мы даже собираемся полностью поменять роли некоторых юнитов. Так что начнем с этого. Но если потом вдруг обнаружится, что что-то не работает, или какой-то расе чего-то не хватает, тогда да, мы можем и добавить новые боевые единицы. Пользователь колокольчик нашего сайта спрашивает. Смешной ник. По-русски он означает «маленький бубенчик». Бубенчик, говорите? Да, именно так. Веселый парень. Так вот, он спрашивает, дождемся ли мы когда-нибудь Баффа-тиран? Ну, я надеюсь, он следит за игрой и видел наш пост. Можно найти на StarCraft2.com. Там можно прочитать о том, что для расы Теран заготовлено очень много изменений. Надеемся, что они позволят сделать расу сильнее, а игроки останутся довольны. Уточню, колокольчик, судя по всему, большой фанат Ютернала, который взял последний экстрим-мастер в Шанхэ. Вот и переживает за Теранов. Окей, с нами снова Филитас, и он спрашивает, возможно ли добавление большего количества карт в сезонные маппулы? Знаете, иногда возникают проблемы с тем, чтобы просто найти достаточное количество хороших карт для маппула. Найти их, подготовить к началу сезона — это не так-то просто. Мы работаем над этим вместе с нашим сообществом. Конечно, вероятность увеличения есть, но вряд ли в ближайшее время. Но я запомню этот вопрос и передам его Дэвиду и его команде. Разберемся, почему у нас именно столько карт в маппуле, и посмотрим. Можно ли увеличить это число? И последний вопрос прилетает от пивовар А. Да, забавно. Почему? Как это переводится? Да, парень, видимо, любит пиво. А вопрос такой. Планируете ли вы добавить какой-то стрим-инструментарий, стрим-плеер прямо в батлнет-лаунчер? Имейте в виду, чтобы смотреть стримы прямо оттуда? Да, мы сейчас обсуждаем такую опцию. Думаем, можем ли мы вместо веб-страницы встраивать стрим прямо в батлнет-лаунчер или в Близзард-лаунчер, а может и прямо в Старкрафт 2. Мы действительно обсуждаем это. Спасибо большое за ответы. Спасибо вам.